Почему я пришёл к воду? Почему я бухал? Да потому что меня несправедливость этого мира не устраивала. Потом, когда это закончилось, думаешь, что ж я так мало взял? Я же мог бы... Хотя было у меня возможности миллион спереть, как бы. И вот в этот момент проработка, именно в момент здесь и сейчас, когда ты принимаешь решение, нахуй, стать сильнее или, блядь, стать скотиной и забить, нахуй, на своё чувство света внутри. Ты, блядь, жаба наркоманская, прям вот так вот. Всё это для того, чтобы часть на себе-то появилась. Кто, нахуй, никому не нужен, может, там сидит Соза, который его и провоцирует. Бывало, что, блядь, вот сутки просто поставят тебя в угол, сука, и стой. Потому что я вообще охуевший пёс был. Только что, я говорю, ты чё охуел, что ли, меня в один угол. Я сказочно благодарен. Друзья, всем привет. Посмотрите, это закат и море. Сливается с облаками. Вот. Ну и чё хотел сказать. Кто бы мог подумать, например, не знаю, 5-7 лет назад, что вот так вот я буду в Сочи просто одиноко в номере вообще тусить. Вот. Немножко холодновато. Кандюр только включил. Вот сейчас я немножко подготовлюсь. Мы с вами поговорим на тему реабилитационный центр. Что он мне дал, как это было. В общем, я думаю, это будет здорово. Постараюсь сделать это в бюджетном. Проникнуться в этот вопрос. И без всяких этих пилик-пилик. Сейчас всё отключим. Сейчас всё попрёт. Сделаем это одним калером с первого раза. Поэтому поехали. Значит, зовут меня Максим. Вот. Мне чуть больше 30 лет. 32 на данный момент. И в репцентре я был 5 лет назад. Даже получается уже 7. Сколько мне? 26 было, я туда попал. Вот. Я считаю, он мне спас жизнь, короче. Дело в том, что, ну, по воле случая, у меня не было воспитания отца в детстве. То есть, никто не занимался. Я впитывал то, что я мог. И реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков. Это было мне что-то среднее между армией, тюрьмой и пионерским лагерем. В пионерском лагере я был. Вот. Поэтому я тут могу сравнить только с ним, короче. Вот. В армии у меня сряс нашли. И вот до сих пор есть местами шелушки. Отработать что-то от краски не отмылся. Торопился вам рассказывать. Вот. Пока работал, кстати, больше было эмоций, чем сейчас. Ну, рассчитываю проникнуться. Вот. Значит, сам я родом с Новосибирской области. Там с души. Вот. И какое-то время у нас, я не знаю, как сейчас. Ну, по-моему, сейчас нам тоже хватает закладок. Вот. Пошли курительные смеси. Вот. И... Ну, вот и они пошли. А был не урожай. Как бы я был такой фанат природного. Я считал, что пусть я не добью всех тех высот, которых я могу добиться по жизни. Но я буду дубасить свой, блядь, любимый дубас. Вот так мне казалось. И что это. Я любил включить его. Включить его. Его шибануть. И смотреть что-нибудь увлекательное. О том, как космические корабли бороздят просторы. Потому что у меня, ну, пространство, космос, это моё всё. Я прям так, вау, вот так делал. Вот. Но потом я понял, что... Нет. Тогда я ещё не понял. Тогда получилось, что бак там... Через кого-то взять, берут мало. Короче, в итоге я знал всех барыг. Все звонили уже мне. Чтобы я помог им взять. То есть у меня там были какие-то ожигули. И вот это вот было моё дно, на самом деле. Потом уже, когда я начал трезветь, я понимал, то есть что... То есть там не разбитая машина, там не какие-то там попорченные отношения, не разбитая там семья. То есть у меня там, ну, как бы, была жена, есть ребёнок, да. И как бы не срослось. То есть мы совсем разного мышления сейчас с этой женщиной, девушкой. Вот. Но суть в том, что моё дно было именно вот в этом. В том, что... Ну, вот это кривляние себя. Бля, когда ты из себя ничего не значишь. Когда ты никто, блядь, по своей жизни, по своей сути. И ты такой, эээ, нам всё ещё там, давай замутим. Вот. Это ужасно, когда ты вроде хочешь вырваться, а обстоятельства вокруг тебя уже... Когда ты звену цепочки уже, и тебе просто звонят там, чё, помоги. И у тебя начинает просто кожа вообще... пыриться, у тебя вши, блядь, назой левее. Мысли назой левее в шее, короче. Всё, ты просто вообще это... Это жёстко. Ты делаешь такие поступки, блядь, неадекватные. Я помню, как мы на даче просто... Ага, ну, там... Будем называть её тёлочка, потому что... В тех состояниях, там, дамой, девушкой и как-то ещё называть. Ну, я думаю... Короче, с тёлочкой сжираем мы чё-то водки, бутылку, там, пиво полторашку, там. Я чё-то взял... Сколько у меня там пакет был? Может, даже не один, короче. Я его долблю, короче. Я за рулём, у нас, оказывается, день посёлка, там. И мы, блядь, паркуемся, и нет, чтобы ехать, блядь, в объезд. И я в тупую, сука, через мусоров еду, блядь. Это был случай, когда меня лишили прав. Вот. Второй раз. Ну, после того, как бы, ну... Ладно, не будем о правах, да? Я просто сейчас сразу мысль у меня такая... Кто же, сука, посмотрит этот ролик? Думаю, мусора сейчас сразу... По базе, кто такой, блядь? Эпичный индивид, нагло. Поймать и безвредить. Да нормально всё у меня, ребят, сейчас. По жизни я, как бы, свеж, чистый, полон сил и позитива. Ну, так вот, это я чё-то про себя рассказываю-то, рассказываю. До чего дело-то дошло, да? Репцентр, да? Последнее это, это было... Я первый раз тогда соль попробовал. Я видел, когда они нахватывали, короче. Ну, в смысле, забрали там эту, закладку. И они у них прям, блядь, вот такая вот эйфория была. Это, блядь, было страшно. Мне я такой, думаю, чё, они ебанутые, что ли? А я, как бы, сам уже на синтетике на этой сидел. И суть синтетики, то, что ты забываешь то, что было перед этим. Ты настолько тупым становишься. Вот. Ну, что такое уебанство, чё за соль? Я ещё, блядь, тогда даже не знал. Я раз первый попробовал. И... И... А потом, короче... Я лёг на дорогу, короче. Остановил машину. Останавливается парень с девушкой. Я говорю, подожди, я сейчас ещё пивка возьму. Я что-то беру ягуары. Ягуары тогда бухал. Они меня везут, что-то, с Новосибирска до Ленёва. В Ленёва возле пятака. Там, короче, крутишься, чтобы, короче... Если бабок нету, то знакомых много, там, как бы, небольшая, как бы, это, населённая местность. Вот. И кого-нибудь, думаешь, встретишь, там, буханёшь с кем-нибудь, типа того, там, ну, чё-нибудь, как-нибудь вечер скоротаешь. Я что-то, к пацаням, там, в Морседес сажусь, такой, рядом с водителем сиденье. И потом, бах, что-то, Славик выходит, другой, типа, садится, сзади тоже люди меняются. И, короче, блядь, со мной едут, там, куда-то, блядь, каким-то, блядь, барыгом нахваты. Короче, я курнул, я попутался, я, бах, в новой машине уже, блядь, какая-то газель. Я смотрю, этот, Синтернов, нахуй, дебил-то этот, который, Быков или то, не, не Быков, Лобаныч, Лобаныч. Смотрю, он, блядь, со мной сидит, я, нихуя себе, чё, говорю, едем в кино снимать. Доказался, короче, мой спонсор потом, на будущее. А оно в реп-центре, короче, то есть старший, тот, кто присматривает за младшим, он называется его спонсором. Ну, это и в сетевом маркетинге, да, ещё такое понятие, но здесь немножко по-другому. Так, посмотрю, я вообще, блядь, с кем разговариваю, с вами или, блядь, сам с собой. Нормально, прёт, прёт разговор. Вот, короче, меня такие ха-ха-ха, везут, я на приколе, как бы приезжаю ночью, как бы ничего не видно, я не понимаю, сколько я там человек. Я ноги тогда порезал, я трое шлёпков за то лето потерял просто, просто потому что пикнешься, откидываешь их, пасеком идёшь, блядь, жесть, блядь, лютая. Потом это, расскажу больше, если будет у нас процесс взаимопонимания с вами, зрители, то есть опыт и опыт, как бы, выхода из этих всех ситуаций. Ну, лично мой опыт. Вот, короче, утром слышу, блядь, музыка, бум, ну, я такой чук ноги под себя, какие-то стоят дубаки, какие-то люди бегут, кто с, это, мешок с дровами, кто, блядь, табличку какую-то тащит, я там лучше всех, кто там тащит табличку, я выздоровел, кто связанный, кто-то постоянно кричит, можно я пройду там, какие-то такие, эти, там, что-то пять дисциплин, свет не выключен, я вообще не понимаю, что происходит, короче, всем этим таборам, мне там что-то какие-то дают кеды, нас на пробежку, всем отрядам. И бегут эти, вроде, как какие-то дубаки, ну, вроде, как они такие же нарки, блядь, как и все, думаю, что вообще происходит, с собаками, то есть, ну, только без автоматов. И кто с лавкой, кто со стулом, короче, вся вот эта, сошлёпьёбанью совсем, кто с гирями, с гантелями, блядь, что там только не было, блядь, с ведрами, блядь. Все бегут, короче, по кругу, там, кто-то же, есть с завязанными глазами, там, есть, ой, вообще, блядь, так смешно было, ну. Короче, прибегаем туда, и все такие, все, оплеваемся на ногу, сейчас сразу закаливание, блядь. Я говорю, вы что, я, блядь, заболею, на ногу под душ, пуф, так же зимой делали, я еще не зимой попал, а так вот, нормальная профилактика, нахуй, ни один, блядь, не помер. Но я забегу наперед, скажу, что это вот, ну, есть, как сказать, терапия называется, вот. Есть специальные ответственные по терапии, он записывает, у кого какая хуйня, и, ну, надо соблюсти, да, нужное количество времени. А если, поднюдь, ты накосячил, нарушил терапию, то тебе твои ребята на ногу помогут выздороветь, те, которые рядом с тобой, они скажут, а вот этот вот, ну, я с матами, видите, сегодня, как бы, я думаю, что поймут меня. А вот этот хуйблет нарушал, вот, ему еще плюс три дня, бах, вообще здорово бы. Вот, и у меня была терапия, я каждый час обливался, вот, и сразу забегу на позитив, на это, на добряка, на себя, на то, что, ну, я с детства был такой, какой я есть, и у меня, блядь, просто путь, ну, к звездам, просто вот, потому что я так хочу. И, в общем, суть в чем, мне объявляют терапию вечером за то, что я такой, блядь, вызываю резонанс со всем, блядь, обществом, каждый час обливаться холодной водой. А я такой, ну, немножко, там, давай косить, там, ну, что, я покашливаю, я же заболею, блядь, ну, надо же, блядь, тут, по сути-то, и лечиться, как мы будем. Думаю, ну, это же здорово, я обычный в жизни бы, я бы себе смог так заставить, каждый час ходить обливаться, а тут такая радость. Ну, и все, буквально, а у нас уже тогда было, мы, был не один дом на 100 человек, а было два дома на, ну, по 50, мы там, по 60 человек, первый, второй этаж. Я уже был, там, ближе к повару, ну, я уже наперед немного забегаю. Ну, и, короче, ну, я уже немножко постарше был, то есть, я уже не сопляк, который, там, б, 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 два слова не может. Связать, а два слова не мог связать первые два месяца. Эти, блядь, эти синтетика, это жесть, этого, блядь, этого нарка сложно ни разу знать. Тоже вот сейчас прыгаю. Если мама у меня в детстве на травчике, короче, я вот курю-курю плотно месяц, один день в месяц, бах, не покурю, она мне такая, ты чё, обкуренный? Я такой, понимаю, не, блядь, надо курить, каждый день, чтобы не спалиться. Да на синтетике это, блядь, дурак дураком. У меня были случаи, когда у меня лежит в туалете, а вот с туалета выходишь, дверь в коридор, и вот, ну, возьмите оттуда пакет, блядь, выйди ты, сука, в подъезд, хотя бы там, сука, забей сигарету и курни. Я курю, блядь, в туалете, просто туда-туда, тело вываливается, блядь. Никакой логики, это настолько эфорийно и настолько хуйня невменяемо. Поэтому, блядь, вот закладчики, которые, нахуй, закладчики, им всем пизда. Во-первых, потому что они либо нахуй на страхе, либо потому что они, блядь, сам, если принял его, нахуй, все спалят и пиздаем. Суть не в том, я рассказывал про что, про то, что обливаться, про то, что, а, да, каждый, каждый час. И вот, короче, а там у второго этажа, точнее у первого этажа, я второй этаж, идут хозы. А они видят, что я такой на подреке, такой чудоведный, хватаю, уаа, тушь, уаа, радостный. Они не поймут, блядь, его наказали, он, сука, радостный, что за хуйня. Смотрит, может, полотенце греет, может, горячей воды подливает, блядь. А смысл-то, блядь, хоть то, хоть другое, короче. Мне просто, блядь, прет позитив, короче. И вот, ну, мне понравился тот момент, что, блядь, что настолько, ну, они думают, пацан небанутый. Но оно и сейчас так происходит, друзья. Я, ну, как бы, долго-долго не думал об этом. И сейчас начинаю вот заново делать вот это силовое вытеснение негатива и осознание того, что душа чрезмерно сильна. Вот, через Бога, понимаете, через высшее Я иду к Свету. И любая ситуация, которая происходит со мной в жизни, я беру за нее ответственность, понимаете. Вот в чем моя сейчас фишка. И посмотрим, до куда дойдем. В данный момент я нахожусь в Сочи. Работаю начальника на стройке. Понимаете, зарплата 1300 в день. Вот, на эти деньги я собираюсь купить себе оборудование. Собираюсь даже особо не запариваться. Насчет того, что там придется за квартиру в будущем платить. Я найду, где жить, я думаю. Пусть это даже гостиничный Сочи. Пусть это даже у меня 4 чемодана непонятных вещей. Я сейчас все, что можно, продаю там на Авито. Ладно, ушли на тему. Репцентр. И, короче, после того, как облились, все хватают тетрадки, короче, и давай что-то, блядь, писать. Ну и мне этот, блядь, кто Лобаныч подходит такой, блядь, что-то кидает тетрадку. Пиши, блядь, что чувствуешь, что видишь, что там думаешь, блядь. Короче, это анализ чувств. Это, блядь, я прям так благодарен имбилитационному центру. Это больше, чем, блядь, просто опыт. Это реально рекомендую каждому там побыть. Просто если вы даже миллионер какой-то и не знаете, что это такое, то выберите самый зверейший, который почти пиздит ногами, нахуй. Заплатите за него деньги и приедьте туда, и, блядь, это будет вам счастье, отвечаю. Потому что это стоит пережить. Да, того стоит. Ну так вот, я как бы знал о Силе Пера, или не знал. Мы, в принципе, душу, мы все знаем, мы просто это вспоминаем каждый раз, когда. То есть, ничего нового, я считаю, не придумывается. Вся информация есть в пространстве вариантов. Мы просто либо знаем путь к ней, то есть адрес ее, либо мы не знаем ее адрес. И тогда она нам как бы, ну, можно востребовать только, чтобы реализовать в своем слое мира. Кластере, туда-сюда. Короче, анализ чувств. И чего он состоит? Действие, мысль и чувство. То есть, действие, проснулся, или там, зазвенел будильник, мысль, ебаный, вот так хочу поспать. И чувство, там, жалость, или, там, ЖКС, там, жалость к себе, там, лень. Я уже забыл. Просто дело в том, что когда вот все время валишься в этой кухне, находишься в центре, там все просто вот этими вот. И суть в чем, тоже опять немножко перескакивая, после реабилитации важен период адаптации. Потому что, пока ты побудешь в той новой сфере, тебя, как бы, силой выбивает с твоих наркоманских понятий, и тебе, ну, грубо говоря, вдалбливают новые. И ты начинаешь двигаться уже по той схеме. Вот. И простой человек на улице просто тебя не поймет. Просто ты видишь, он, например, свет не выключил, ты ему, тут, блядь, дисциплина, потом, блядь, понимаешь, сука, я же, блядь, просто на улице, какие, блядь, дисциплины. То есть, ну, там суть какая. Есть правила. Если ты нарушаешь правила, ты садишься ночью и пишешь дисциплины. Есть большая там лекция своеволия, да, то есть, когда ты своеволия допустил. То есть, ей по правилам тебе, ну, положено у меня три куска хлеба на обед. А ты, бах, такая, жаба нахуй наркоманской, позволила себе, блядь, четыре, а то и пять, нахуй. Просто потому, что у тебя ебло шире, чем у других, нахуй. Что надо, нахуй? Раскулачить, нахуй. Либо если видят, что ты реально жрёшь, ты, знаешь, добавки там просишь. Ну, там, если есть, там, как бы, получишь добавку, там, или, блядь, там, у слабого друга своего, там, готов подмять скорее, блядь, там, как бы... Дают просто большой тазик, нахуй, терапия тоже, блядь, и жрёшь его, нахуй, пока не лопнешь, блядь. Были у нас такие, блядь, вроде маленькие, блядь, а срать любят, ебало себе. Вот. Ну, и в чём вот этот анализ чувств? Его пишешь, короче, а волонтёры, это вот как раз те, которые проходят социальную адаптацию наркомана, которые уже, ну, по полгода пробыли в центре. Я там тоже, кстати, пробыл полгода, два месяца волонтёром. Срок вообще ставится три месяца, меня попросили уйти. Вот. Сразу опять забегая, расскажу, почему. Ну, я же, блядь, созависимый. Ну, в плане того, что, понимаете, вот, бывает, что... Ну, надо ребёнка наказать. Или, ну, поступить в этой ситуации, вот, ну, как бы, блядь, как справедливо. А я же всё, как бы, от души, от человека. А это разлагает дисциплину, разлагает... Ну, у меня вот, ну, сложная самодисциплина именно по этому поводу. Потому что я не могу ни себя спрашивать, ни других особенно. Но, если я, блядь, учусь себя спрашивать, я, друзья, работал, блядь, начальником на этих предприятиях. И когда я ему говорю, вот эту деталь достал и переделал, нахуй, это значит, достал и переделал. И когда я отворачиваюсь и иду просто, нахуй, танцую, музыка лучше, то это не от того, что я, там, ебать, ему показал, что переделал. Это от того, что я понимаю, что, ну, блядь, нахуй ты это делал. И что, ну, он мне ничего не сделает, потому что я под Богом вообще. Потому что Бог со мной в этот момент. Потому что, ну, я сам соответствую. Ну, это я уже опять забегаю. Это касаемо моего срыва. Я сорвался. Но сорвался там не по тем причинам. Центр реабилитационный, это, блядь, это потрясающе. Я потом вот этими, да до сих пор я этим пользуюсь. Это как вот трансёрфинг Вадима Зеланда. Если не читали, то, ну, я не знаю, чего вы ещё сидите. Быстрее гуглите, блядь, что такое трансёрфинг. Потому что с этого начинается осознанность вообще. Потому что, ну, ладно, вернёмся не к духовному миру, а к нашему реабилитационному центру. Что там дальше? Пишем анализ чувств, вечером садишься, вожатые видят, кто как себя по нему вёл. Садишься и читаешь на толпу. Вот это вот, ну, как ты там вот хуесосишь. А зачем надо хуесосить всех? Ну, то есть то, что писать, то, что ты думаешь. Потому что вынося из себя, это, ну, теряет силу. Понимаете? Даже вот, блядь, наркоманы об этом понимают. То есть, ну, в принципе, им вдалбливают. То есть то, что ты вот, ну, если тебя тревожит что-то, обида какая-то, её важно проработать. А не гасить себя, как у нас это делают в большинстве пары, там, и семей, да, там, по отношению, там, к маме, к папе, там, то есть, ну, там, не положено мужчине, говорят, плакать. И всё, типа, блядь, не реви. Я не знаю, в принципе, как с детьми, конечно. Нет. Почему-то хочется их всегда отпиздить, когда они делают, как-то они, по-моему, поэтому я пока не умею с детьми общаться. Ну, это, короче, вот, он читает, ему все дают обратки. То есть он прочитал, и по поднятой руке Вася, Серёжа, Петя, и все говорят. И Вася говорит, слышь, ты хорош в отрешёнке летать, ты весь день только о пизде и думаешь. Вот. А вожатый сразу ещё, знаешь, что понимает? То, что если Серёжа говорит ему обратку про пизду, значит, он сам про пизду думает, потому что другой видит в другом то, что есть в нём. Понимаете, в чём дело? Ну, вот, кто-то, ну, у кого чё болит, как бы. Вот. И по прочтению этого его либо, ну, говорят, чё, блядь, красавчик, давай, держи там, в том же духе, либо дают, ну, как, как Симирон, да, спел. Ну, он просто, как бы, в теме видно тоже. Что критикуешь, предлагай. То есть, не надо сказать, что ты там в жабы пупырчатая. Надо сказать, что ты что с этим делать? Посоветуй. И, в общем, дают терапию. Если ты, например, долго, часто, ну, то есть, понимаете, там, ребёнка забрали, он, то есть, у мамы, блядь, брал деньги постоянно, как-то шифровался, то есть, отношения с мамой построил, барыга живёт в соседнем подъезде, всё у него, блядь, вся жизнь, нахуй, налажена. Он просто механизм, блядь, вот это потребление. И тут мама спалила, бах, позвонила пацанам, пацаны приехали, скрутили, блядь, её отвезли. И он плачет, у него, блядь, сиськи его лишили. И он вроде сиську-то любит, и вроде на мамку-то злится, блядь. Мама, куда ты меня, блядь, запекла? С тобой-то было так приятно, тебя наебало, и сидишь дальше, нахуй, плюшки куришь, а тут такая хуйня происходит, блядь, заставляют, блядь, всякую хуйню делать. Вот, и, как бы, чё, даёт терапию. О доме думаешь, например, даёт два ведра. Ну, или когда кого-то контролишь, да. Но там, короче, сидят специалисты, в принципе, там, каждый становится психологом. После как раз репцентра, ну, кто как это потом пользуется, кто-то, может быть, чтобы потом, блядь, стать бандитом. У нас были такие, что, блядь, я теперь буду ещё мощнее курить. Блядь, слушай, ну, дебил, если тебя реально, нахуй, нету... О, май, ты после, блядь, репцентра всё-таки не понял, блядь, что ты душа, а не, блядь, и вот это вот говно, которое в тебе, блядь, не понять откуда. То, ну, пацан, ну, всё, как бы. Ждём, пока ты быстрее помрёшь уже, блядь, чтобы мама с тобой не мучилась, блядь. Ладно бы он один, нахуй, в хуйню страдал. Он же за собой родственников тянет, блядь. Он же, ну, другим, что-то всё это делать. Мы хотя бы все душу выбрали свой путь. Ну, ладно, мы не об этом. Суть о том, что, например, мне давали штангу. Давали штангу, говорит, блядь, что-то там, чтобы приземлить. Я космический очень. В оконцовке уже, после первого дня у меня её забрали. Мы сделали запрет на качалочку. Потому что, ну, блядь, я во всём вижу позитив. То есть, если, блядь, тебя нагрузили штангой, значит, блядь, надо качаться на руле. И я, блядь, и качаться на руле, блядь, всегда, блядь. О, это было здорово. Эти чудные мгновения. Вот. Потом, что там ещё могут давать? Мне давали табличку, там, я выздоровел. То есть, ну, тоже на какой-то момент протрезвение я такой решил, что я всё понял. Я говорю, слушай, пацаны, давайте всё, я готов домой ехать. Я чувствую, волонтёров вас тут хватает. Ну, денег там у мамы кончается. Ну, кстати, характерно, вот что, то есть, я когда сразу попал, я такой, опа, 100 человек, думаю, ебать мой хуй, это же Бог мне помог. Он меня услышал. Это я сто раз его просил о помощи. Это он взял, вот просто, вот, в одно мгновение мне сто этих дубоёбов, нахуй, нарисовал. Это его помощь. Заебись, Бог, ты мне помог. А всё почему? Потому что до момента реабилитации у меня с Богом был претензионно-требовательный характер. То есть, блядь, за что это дай мне? Я вот этого заслужен, там. Это такое какое-то, блядь, непонятное чучханство, блядь. А там я понял одну такую вещь, что если ты не можешь менять обстоятельства, ты меняешь своё отношение к ним. То есть, я же там, блядь, по сути-то, что я мог там изменить? Я там зарядку, наверное, поставил. Сколько там? 24 минутки уже. Вот. Если не можешь изменить обстоятельства, меня это своё отношение к ним. Немножко суть потерял. Пока тут зарядки. Ну, так вот, репцентр, значит. Вот. И когда я попал только, я сразу такой думаю, блин, это же мама платит деньги бешеные. А он 15 тысяч стоил. А у неё зарплата 17. Ох, ебать, ебать. Вот это ты, блядь, Максим, допросился помощь. Но, опять же, конечно, тянет там. О, блядь, я же в агенции недвижимости работал. У нас там, блядь, три продажи, ебать. Это у меня там больше, ну, там много денег. Там дела не закончены. Пацаны, блядь, вот, дайте мне, давай, все так приезжают. У всех делов вообще не законченных. Очень важных, срочных, обязательных. Блядь, у всех вагон. Все хотят куда-то там доделать всё там. Всё это хуйня, конечно. Проработал за все эти, ну, как бы, это я потом, когда вышел, как бы, ну, тёлочка сказала, говорит, блядь, тут мусора меня хлопнули, я им, блядь, твои бабки отдала, типа, выкупилась. Тоже я не понял, ну, и хорошо. То есть, я-то думал, мы там всё по белой, там, как бы, агенции недвижимости, она там, чё-то, как будто хуйня страдала. Ну, думаю, слава богу, меня там нету, и ладно. Но суть не в том, суть в том, что у меня сразу чувство, как бы, долго к маме. Ну, не долго, а я понимаю, что за меня платят, значит, я должен брать отсюда максимум, понимаете? Это вот тоже есть такой момент, когда ты безоплатно что-то получаешь, то это теряет ценность. Поэтому, друзья, у меня есть курс по методике, как бороться скурить, вот, как перестать себя травить этим ядом. Я ей пользуюсь, и, кстати, благодарность вот моему консультанту, потому что, Саня, респект, привет. Потому что за его дрочи у меня, как бы, он какие только, сука, изощрённые способы не придумал, блядь, это пошло на пользу мне, понимаете? Я сам шёл к этому, он видел это, и он, как бы, придумал, у него же не было цели, блядь, поиздеваться надо мной. У него была цель разделить меня и вот эту, блядь, сущность, на которой вот лярва отсидит и сосёт мои мысли. И у него это получилось. Да, как бы, ну, у меня с его помощью, или... Бог, короче, всё порешал вообще, блядь, через него вообще прям пришёл ко мне и сказал, блядь, на, Максим, где уже... И сейчас я могу передать это вам, но это будет стоить денег, сколько это будет стоить, ну... Там на канале, там справа, мои соцсети, там даже ватсап есть, поэтому жмите, там, можем пообщаться запросто. Ну, так вот, про чел говорил-то, блядь, всё прыгает с места на место. Что, вот, мама, я понимаю, что денег стоит, и... Я начинаю просто впитывать, как губка, весь материал. Я начинаю разбираться, кто я, начинаю разбираться, что это такое зависимость. Почему такая со мной хуйня случилась? Как вообще, блядь? А там дело в том, что... Тоже, прошу не путать, есть репцентр, есть программа «Анонимные наркоманы», программа духовного выздоровления, «12 шагов», есть группы анонимных наркоманов в каждом городе России. Друзья, если кто хочет бросить, ну, сказать самостоятельно сложно, но с помощью людей, а это работает, это помогло миллионам людей, то есть они приходят на вот эти группы, ну, и... как показывают Емарно, да, там в каких-то фильмах и еще там Емарес, когда там садятся по кругу и говорят, блядь, я наркоман-алкоголик, блядь, вот, прошу меня любить и жаловать. Типа того, но это реально работает. А почему это работает? Перепрыгнем, да, немножко с репцентра. Не, я даже не думаю, надо не прыгать. Потому что это обширная, большая тема, друзья. Пишите в комментариях, что я расскажу, что такое анонимные наркоманы, я вам расскажу, потому что это силющее еще одно отдельное такое совладание с паруменными привычками, но уже без применения репцентра. Просто дело в том, что тот репцентр, в котором я был, а я, в принципе, благодарен Богу, что я был именно в 12 шагов, а не христианский, потому что через христианство это для меня как браузер к Богу. То есть я с Богом и корифаны, он во мне есть. Но я не буду вам сейчас свое, как бы, да, мира восприятия навязывать там как-то. Вот. Судьба моя. Ладно. Забудем, да, этот. Тоже отдельно вопрос этот поднимем. Все это будет на канале репцентр. Вот. А есть люди, которые попали в него и начинают считать деньги, например, директора. Так, это, блядь, по пятнашке на 100 человек полтора ляма. Какая-то по зарплате, блядь, по пятнашке, там, не волонтером, там, трем админом, консультантам пусть по двадцатке, блядь, на сотку нам пшено, мы одно едим, блядь, мы ничего не едим, блядь, мы сами что-нибудь там добываем. А это что, по миллиону каждый месяц, блядь, себе ложу? Ах он, сука. Вот он, сука, жит, ебаный. Кто-то так делал. Кто-то сидел, полил, короче, как другой, кто-то не развивается, там, чекал, чисто за это, короче, то есть он понял правила, и он такой, блядь, а что ж мне делать? Неужели самому выздоравливать? Да нахуй надо, я буду другим помогать. В самом это делают малолетки, они пиздят тетрадки, то есть ты тетрадку забудешь, они ее спиздят, короче, ты за это берешь мешок дров. То есть, ну проебал, стул забыл за собой забрать, взял стул, нахуй, на три дня. А как еще, блядь? Что тебе, по головке гладить, что ли, блядь? Оставил, бери, ебаный, будешь умнее, потом, блядь, вырастешь, я вот первые дни сидел, у меня дисциплин сразу, я, по-моему, второй день немножко не спал, а третий день вообще всю ночь, нахуй, я просто посадили, блядь, и я пишу, дисциплина это комплекс мер, направленных на неукоснительное выполнение норм и правил, возникло с появлением цивилизации, чем больше там цивилизации, тем больше похвалы, там вот пряник, бруруруру, я тогда, я думаю, блядь, они же меня когда-то отпустят, как мне это поможет, а, тв-тв, ну мне так немножко, такие, блядь, сука, у нас еще погреб есть, нохуй, для таких специальных, сука, рецидивистов, как ты, а я ж секло-то так-то, я ж даже, блядь, ни разу не кололся, как бы, я кожу протыкал, но вену боялся проскнуть, хоть и был в говно вкуярин, об этом отдельно расскажу, вот, и, ну вот, репцентр, и, суть в том, что, блядь, пацаны на самоуправлении там, то есть, когда-то его, да, открыл, такой же, в принципе, реабилитант другого центра, он поехал и повторил это, ну, в новом месте, и все, и так вот, под почкованием система работает, и суть в том, что, волонтеры, завхоз, повар, блядь, дежурные там, по всему там есть, то есть, все это, блядь, это бывшие нарки, то есть, приезжаешь туда нарк, такого, как я, например, два месяца, первое время, он может быть собачом какой-то, то есть, всем дают, там, какую-то ответственность, просто все ответственности, но не бывает такого, что кто-то, блядь, был без ответственности, то есть, это режим тоже воспитания свой такой, кто-то светлячок, он сидит, чтобы везде был выключен свет, если никого не спалили, и где-то остался включенный свет, ему нахуй, пень, пень, пани там потом считают, трепня, замечание, ну, там, так, эко-система, вот, потом, кто еще есть, ну, там, собачий кошек кормят, там, есть банщик, он баню готовит, то есть, есть завхоз, тот, кто как раз-таки распределяет, там, ну, большая ответственность, то есть, там готовятся из нарков и руководящие должности, то есть, я завхозом не был, я побывал поваром, и вот это, блядь, это пиздец, надо в 5 часов утра встать, нахуй, кашу для этих дебилов приготовить, для всех на два этажа, прикол, короче, первый день стою в каше, а мы, ну, с поваром с первого этажа, и встает этот, он, кстати, вот единственный пидор, наверное, с которым мне пришлось общаться вообще в жизни, блядь, это вот там вот был Сережа, короче, ну, и как бы, ну, он там был, как бы, и как бы, никакой этой, как сказать, физической взаимодействии, ни с одной, ни со второй стороны, естественно, с ним не было, вот, ну, тут, он встает такой, мне дает ключи, говорит, вот, возьми там ложки, все, а я как бы, ну, я забыл, где че лежит, хоть и начинал, выздоравливая там, короче, я открываю чемоданчик, там, где, блядь, лежат все конфеты, сука, а понимаешь, что, конфеты, когда родители присылают, их нельзя отдавать, блядь, вот, нарку, то есть, нихуя себе это, то есть, тот, нарк, у кого, блядь, кто мажорчик, нахуй, он, что, блядь, будет ходить там конфеты посасывать, что ли, то есть, была практика, и потом, блядь, все уляпанное, все это, нахуй, так не делается, все эти конфеты на общак, и по какому-нибудь поводу, или там, блядь, просто вечером, там, к чайку каждому, ну, ровненько выдаются, а так, чтобы, блядь, одному отдать, короче, я залез в этот, блядь, священный общак, нахуй, лезу я за ложками, мне, нахуй, общак не нужен просто, и заходит, блядь, консультантом, Егорушка, нахуй, и такой, нихуя ты, блядь, попался, ебать, все, все, блядь, ситуация на принятие, блядь, ну, а что я еще скажу, нахуй, ну, я хуй, вот, на это, ну, я как есть, говорю, блядь, не поверишь, что ложки искать лез, да, че ты пиздишь, ну, эх, вот такие дела были тоже, всякое было, там, столько проработок, если рассказывать, например, вот, есть один повод, который я за себя горжусь, вот, немножко похвастаюсь, короче, было дело, я сидел с больным, сидел с больным, то есть, ну, как кто-то там, что-то было плохо, я не помню, или он бред наказан был, там, но это был пацан не наказан, там, нормальный был пацан, там есть просто ребята в поездке, кто, короче, не дупляет, у них, Саша Канаря снимает матрас, нахуй, усадит на эту клетку, блядь, и сидишь вот на ней, и за тобой, ну, кто-то постарше следит, чтобы ты, нахуй, не вскрылся, блядь, и в себя приходил, как бы, постепенно, я тоже сидел, следил, кстати, там, за одним каратистом, ебать, он мне шпагат тогда делал, нахуй, нормальная тема, короче, общение, и там можно выздоровлять, короче, сижу я, с этим типом, а сам, у меня задание, за сколько-то там, за двое суток, переписать эту синюю книгу, анонимных наркоманов, это, блядь, это пиздец, у меня просто рука из рук не выходит, у меня, я просто левый уже пишу, мне похуй, и я такой понимаю, мы с ним сидем, он такой, а что, блядь, давайте буду диктовать, да, в натуре, нихуя себе, и он мне диктует, я такой, фу-фу-фу-фу-фу-фу, у меня вылетает все нормально, ну, я уже счастлив, радостный, ну, это так, я просто лайфхак он, а у нас, короче, в этот день, чьё-то день рождения, обычно на день рождения покупают, короче, печенье, и кто-то там, кто постарше берет, там еще кто-то, короче, как сказать, проверяют тебя, блядь, не проверяют, а тебя жизнь проверяет на кресятничество, то есть, тебя выбирают, в принципе, ну, вот в столовую приготовить торт, и ты пока его готовишь, пока не видит, нахуй, там, вожатый, ты типа его, блядь, живешь по-любому, нахуй, но вот здесь, понимаешь, насколько ты, блядь, вот сам себя, сам себе-то не врешь, как бы, проверочкой, то есть, вожатый-то может тебя и не спалить, если спалят, то ты пизды получишь, да, ну, наверное, всем понятная ситуация, короче, суть, что есть еще там, три смены в столовую, например, и перечат сначала, так, первая смена, вторая, а что я хотел сказать, я хотел сказать, что я, короче, как бы, такой не стал оправдываться, там, что-то, что-то, что я не в ту смену, что я такой, короче, ну, там все здорово было, короче, понимаете, друзья, я что хочу сказать, что сначала тебе кажется, что, блядь, вот этот торт, это самое лучшее, что, блядь, может быть, нахуй, тебе, а там ты реально начинаешь любить именно маленькое, именно, блядь, наслаждаться кусочком конфиты, блядь, и растягивать его, блядь, и вот так, о, боже, блядь, благодарю, вот так, блядь, вот, суть в том, что, когда, понимаете, я не стал, короче, равняться на других, я не стал, реально приятно, вот, хотелось бы, ну, высказать, благодарность своим, консультантам, директору, Евгению, Александру, Колян, Жеки, 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 ему я именно читал, пятый шаг, ну, вот программа духовного развития, вот она, которая анонимных наркоманов, вот, кстати, мальчик, на мне, я на дискотеке, как-то был, Новый год, встречал, вот, в этой тусовке, в трезвые, то есть, ребят, если не знаете, где встретить Новый год, встретить его лучше, в трезвые тусовки, если не знаете, в какой, пишите опять мне, блядь, что, найду для вас, конечно, пять минут, там, ссылку скинуть, там, или просто с людьми связать, там, номер, хоть сам уже, как бы, особо не живу этим, короче, реп-центр-то, что, что, да, благодарен этим людям, это, те люди, которые реально сделали вклад моего развития, моего воспитания, есть там, короче, короче, шакалы, такие нарки, которые, ну, понимаете, получается, там, на кормушке на это зависают, то есть, родители там присылают, ну, много продуктов, ну, а кофе, блядь, куда вы, блядь, шлёте кофе, куда вы там шлёте, я не знаю, там, ну, не героиновые соломки, там, блядь, какие-то такие роскоши, изящества, блядь, ну, ваш сынок, блядь, чадо ваше любимое, блядь, наркожаба ваша ебаная, не увидит это нихуя, блядь, это от силы может съесть волонтёр, блядь, закрысить, нахуй, и пизды тогда, если не получит, ну, проработка идёт, понимаете, ты сначала лишён, лишён всего, потом барты, такое, поваром это делается, там, на пятый месяц, наверное, ну, стараются всех сделать, чтобы каждый отповарил, я отповарил хорошо, мне понравилось, у меня, в принципе, был порядок на кухне, я, как бы, кому надо, нахуй, затыкал, кому надо, там, есть дежурные, короче, помощники повара, они там, раздают, ночью потом, блядь, сортируют, дровят, это тоже такое, блядь, крещение, потому что туалеты там, блядь, не волосинки, не хуинки, ничего, а если он захочет доебаться, он прям вот реально, вот, найдёт маленькую, ну, это армия, короче, блядь, вот, я не знаю, чем от армии отличается, то есть, я в армии не был хуйна, пионерском лагере был там, здорово, мне после 14 лет, пионерский лагерь, а, ну, там был запрет, до 14, блядь, мы уже там бухали, уже с пристани нырял, уже меня на сунчастную, там, ловили, блядь, синего, я помню, меня это, вырубила вожатка, просто забегает, только, поу, ты чё, физрук заходит такой, Максим, я понимаю, иди нахуй, ну, мне соседи рассказывали, бизон его звали, у нас без рука была, ну, это пионерский лагерь, друзья, это, блядь, не это, не репцентр, ну, про Ребу, чё ещё сказать, что работы, работы, которые ты там пишешь, они очень, ну, полезные, то есть, это работа бессилия, например, из первого шага, это, ну, я сейчас, в принципе, уже говорю по программе анонимные наркоманы, но она там используется, и именно, она, познание себя, она вот, ну, опять же, не путайте репцентр, да, с программой, это разные вещи, но в том Ребе, в которой я был, она используется, поэтому, ну, вот, вторая вещь, пойдём, про неё, ладно, они введён, первый шаг, короче, это вот, работы, признание себя, ты признаёшь себя, какое-то говно, я вот, например, когда мне на разборе говорили, слышь, ты чё, блядь, нахуна с ней узнал, ты, блядь, забыл, когда ты закладки искал, я такой, я не искал закладки, а суть в этой речи, не важно, чё я делал, искал закладки, или, блядь, просто звонил, ей, чё там, давай, там, да всё замутим, то есть, суть в том, что у меня было одержимое поведение, я стремился к тому, чтобы, блядь, себя убивать, и, не знаю, осознавал это, не осознавал, продолжал это делать, суть в этом была, вот, так что, открытое сознание, главное, и там есть, на работе отрицания, то есть, ничего не скажешь, да, я такой, нет, это не так, или, да, и такой, ну, дальше дураком, прежь, и всё это начинается, видится там, и там, например, вот, ну, ладно, пойдём дальше, проработаем, второй шаг, это, ты просишь помощь, первый, ты освободился, второй, или, блядь, я уже забыл, как там, духовную программу строится, надо не бояться, просить помощи, а это, блядь, это хуйня, вот эта вот, зависимость, она такая здоровая, блядь, она меня просто своей жопой, блядь, накрыла, нахуй, я в этой жопе нахожусь, и всё, блядь, я белого света не вижу, если не эти ребята, если бы не божья помощь, через этих пацанов, через маму, через, блядь, всё вот это, я бы хуй выкрапкался, хуйня, я бы хуйня сейчас в сочах здесь, нахуй, кайфовал бы, блядь, вот такие вот дела, ребят, так что, второй шаг, блядь, просим помощи, третий, там, к Богу идём там, и четвёртый, уже разбираем себя, уже наполняемся, то есть мы понимаем, что, блядь, а я не такой уж и хуёвый-то, и пятый, это ещё и перед другим человеком, всего себя разбираем, прям, приздаёмся ему там, то есть, то есть становимся честными, открытыми, и вот я проработал себя, я пять шагов сделал этой программы, конечно, я забывал их, конечно, срывался, конечно, у меня, но это мой путь, рекомендую, вообще, без срывов делать, сразу понимать, ещё важный момент вспомнил, выздоравливать важно для себя самого, не для мамы, блядь, не для жены, не для ребёнка, вот, потому что были такие случаи, у нас петляли там, и как бы, ну, там были у нас и строители, да, то есть, ну, есть какие-то обязанности, и если ты, в принципе, там, ты можешь как бы справляться, я бы там, например, административный штраф там отработал, то есть, если бы я там не отработал, наверное, где-то в социуме я бы его отрабатывал, накуренный, меня бы, нахуй, вообще, блядь, по 2-2-8 отвезли бы, ебать, было всё хуёло, вот, а так как я там, тут за мной, и, блядь, с одной стороны проследили, и со второй, как бы, морально цело осталось, и здорово вообще, вот, а вот, был пацанёнок строитель, он домой приехал, жена его встретила, такая, с пивасом, ну, чё, ебать, давай, теперь я буду бухать, всё, он тут же, нахуй, шварк, нахуй, пацан приехал домой, ну, как бы, расслабился, быстро такой, схватил это, чё там, блядь, покурить, короче, раскурнул, его родители, ну, у него там, хорошо, с бабками у родителей, тут же, блядь, обратно, нахуй, прислали, чё он понял, блядь, за этот срыв, он нихуя не понял, то есть, понимаете, когда ты сорвался, ты должен ощутить, что ты, блядь, говно ебаный, вот, я когда сорвался, я тогда ощутил, ну, о срывах, о срывах, отдельный разговор, про, про центр, что сказать, в общем, я дружу с консультантами, дружу с этими солнечными ребятами, если вот есть, у кого желание побыть в репцентре, у самих, может, кто смелости набрался, или у кого-то горе в семье, такое, то, тут не надо сожалеть, не надо, блядь, смотреть, что, да, он сам справится, ничего он не справится, блядь, нарки и суки рассказывает, как алкаши-то интеллигенты, понимаете, я вот алкаш и наркоман, вот, ну, покурить, как бы мы не будем обсуждать этот вопрос, потому что, я как бы не так давно со срыва, да, то есть, там, ну, как давно, там, год-два, так скажем, вот, а бухать, так мне вообще не тянет, я просто, блядь, захожу, на прилавок, смотрю, у меня там, что-то старое, какое-то мышление, там, бывает, там, блядь, никуда за сорок, там, пиво, какой-нибудь козел, ты думаешь, блядь, сам козел, что-ли, блядь, погнал, что-ли, и что ты его, блядь, выпьешь, что, причинно-следственную связь строишь, и все, и никаких, блядь, таких, демонических желаний не возникает, я хочу потянулся, просто, вот, и, ну, что вам сказать, созависимое поведение мамы, те, кто отправляет детей, то да, вы хотя бы сами-то изучите этот вопрос, потому что ваше поведение, ваше решение за ребенка, вопросов его, ваше постоянное приготовление там завтрака, и подтирание попки, а потом ребеночек обосрался, нахуй, в пределах социума, и не знает, блядь, как попку вытереть, и кричит, мама, мама, все смеются, нахуй, и у него стараюсь, блядь, потому что, нахуй, блядь, он бы рад жопу сам вытереть, да никто, блядь, ему не показал, как, а, блядь, за него все это делали, поэтому поймите, что доброта не всегда во благо, да не то, что не всегда, это как кокон, блядь, этой гусеницы разорвать, она сдохнет, вот, что, нажму на паузу, и может еще какие моменты вспомню, ой, аджичка, блядь, я люблю аджичку, стоит сказать, что там, да, мероприятие, что, да, пишется работа, и вот эта работа в кругу, работа именно среди таких, это помогает, это действительно здорово, что никакой, врач-нарколог, не знает, проблемы изнутри, он знает, то есть, никакой, психиатр, это лишь детокс, именно только вот в общении с этим, и, что-то, что-то про работу, про честность к себе, там, что, ну, там реально, воспитание получается, в этих центрах, вот, и, я сказочно благодарен, если честно, в какой-то момент, я, как бы, такое, думал, что, блин, ну, как жестко, как скорее бы закончилось, а потом, когда это закончилось, думаешь, блин, что ж я так мало взял, я же мог бы, вот, понимаешь, тебе делают, там, туф, какую-то терапию, какое-то там, наказание, какую-то проработку, а ты прям просто проходишь у нее, принимаешь ее, и прорабатываешь, потому что, какую, бля, честность искать, когда ты, ну, я, как бы, мало что такого, я там, денег не было, мне не у кого воровать, хотя было у меня возможности, миллион спереть, как бы, и вот в этот момент, это проработка, именно в момент, здесь и сейчас, когда ты принимаешь решение, нахуй, стать сильнее, или, блядь, стать скотиной, и забить, нахуй, на свое, чувствование света, внутри, подобие бога, блядь, своего, вот, и, когда там, толпой сидишь, там, часто такое сначала, да ты, блядь, жаба наркоманская, там, прям вот так вот, как бы, унижают, убивают, все это для того, это программа, все это для того, чтобы, честно, в себе-то появилось, а то, как алкоголики любят, там, там, ну, я что-то, подхожу к подъезду, и, алкаши, че, мы не алкаши, блядь, короче, типа, социально адаптивный алкоголик, типа, он, блядь, с работы пришел, типа, на работе, такой, блядь, ах, полезный, ах, его дома, блядь, никто не ждет, ну, в принципе, никто, нахуй, никому не нужен, может, там, сидит СОЗа, который его и провоцирует, СОЗа, у них разное поведение, изучайте, блядь, какой бы вы вопрос, вот, честно вам скажу, просто повышайте осознанность, для меня, когда, почему я пришел к воду, почему я бухал, да, потому что меня несправедливость этого мира не устраивала, то есть, на уровне даже тех знаний, которые у меня были еще тогда, я не понимал, как это все сложить в единое пазл, в единое тело, сейчас у меня это сложилось, я вам скажу честно, нет ничего в мире не совершенно, Бог все создал так, как должно быть, вот, если вы в этом не уверены, то, ну, позже мы с вами раскроем эти все эти, а так, то есть, ну, получается просто, ну, созидаешь, наблюдаешь, ладно, я уже начинаю просто бух-бух-бух, бухтеть, давайте, этот ролик наберет тысячу лайков у нас, и тогда я сяду, и расскажу о своей жизни, возможно, так же, вот, в состоянии потока, просто, какая информация придет такую, и буду рассказывать, вот, либо же, надо писать сценарий, где-то долго, у меня есть работа, написанная в реп-центре, называется, биография химической зависимости, то есть, как формировалась моя болезнь, как я начал курить, там, первые сигареты, там, в школе еще, как я, там, первый раз бухнул, курнул, там, и как вот это все полетели, кстати, с волонтерства, да, когда я что-то, проскочил этот момент, я, кстати, не одни сутки, я больше стоял в углу, прям, ну, бывало, что прощали, а бывало, что, блядь, вот, сутки просто поставят тебя в угол, сука, и стой, потому что я вообще охуевший пес был, и девочка одна, мне она понравилась, сейчас они, по-моему, оба консультанты, она с другим тоже моим, там, как сказать, сокурсником по выздоровлению, там, вот, семья у них образовалась, молодцы, красавцы, там, ну, короче, она такая у меня, это, типа, поменяй пароль мне вконтакте, не то, что поменяй, короче, я какую-то, включал медитацию, а спикерскую, с компьютера, как бы, и мы что-то вконтакте, бахнули страничкой, она там, заходила вчера, она, как так, я, блядь, не заходила, ну, мы залезли менять пароль, ну, и только я зашел в этот, в консультантскую, смотрит, типа, когда была последний раз онлайн, только что, говорит, ты что, охуел, что ли, меня в один угол, я в другой, блядь, ну, утром у меня, на ковер-биректор, как есть, все это, мазаться буду, что ли, меня признали, социально опасно, а оно меня, ну, тоже, знаете, как, я такой думаю, ну, как воля Бога сложится, так и будет, ну, я в плане уже, я не хочу ездить уже, блядь, этих три месяца, волонтерить, блядь, и как-то смелости не хватает, послать, не то, что все нахуй, но просто закончить этот процесс, перейти уже к социуму, вот тоже нос заложило, сейчас сразу видео пильну, как избавиться от нафтезиновой зависимости, вот, оно будет короткое, и тоже поздравить, все, тысячу лайков, рассказывай о себе, без вот этого всего, там колокольчик рядом с кнопкой подписаться, чтобы вот, сразу хопывать на Gmail, оповещение пришло, что Максимка запилил там что-то, вот, и ты уже там, ну, смотришь, когда тебе удобно заходишь, лайки ставь, и пиши комментарии, это помогает, видео подниматься, в, ну, там, справа появляться, короче, не, право, я не знаю, где право, блядь, у меня вот это лево, у вас не знаю, вот, и там появляются, в рекомендованных моих видео, давайте уже продвинем мой канал, потому что, если я буду этим зарабатывать бабки, я буду этим делать постоянно, прям, что-то полезнее, чем просто вот так вот, я зашел со стройки, мне уже ничего не хочется, мне хочется поесть, мне хочется растянуться, я такой, мне хватает свой телефон, с разбитым дисплеем, у меня есть этот, я вам сейчас покажу, зеркало тут есть, где оно, что, видно? видите, какая задрота, не видно, блядь, вот, и, блядь, и снимаю, наху, на китайскую петличку, блядь, с метра, ну, сейчас все исправим, я как бы не плачу, все, давай, адьес, амигос, вот, выздоравливай, репсендер, это здорово, всем рекомендую, глядь, блядь,